Мы продолжаем нашу программу. Сегодня у нас в гостях, пожалуй, один из самых известных харьковчан, музыкальный критик Сергей Александрович Коротков. Всем привет! Сергей, как ты вообще стал музыкальным критиком? Как ты попал в эту касту? Ну, я, во-первых, не думаю, что это каста, это так скорее изгои общества. А попал, поскольку это всегда было моим хобби. Основная профессия химик, но я о ней уже подзабыл изрядно. А поскольку всегда интересовался музыкой, где-то начиная со второй половины 70-х годов, возник, как говорится, общественный интерес к этому делу. Ну и прослышав о том, что у меня есть там кое-какие по этому поводу знания, этими знаниями стали пользоваться через музыкальное общество, через общество знания, через разнообразные курсы диджеев и так далее, и так далее. Скорее, как-то так получилось, что постепенно хобби стало основным видом деятельности. Но человек, безусловно, в этом компетентный. С чего началась харьковская рок-музыка? Началась, как и многое нормальное явление, с истовых преследований и обвинений в шпионаже в пользу ЦРУ. Ну а если серьезно говорить, она началась с того, с чего начинается любое искусство. Появились люди, которым было очень интересно попробовать себя вот в таком новом жанре. Появились первые группы, чаще всего это было в школах. Я думаю, что самая первая была наша группа идолы, которая появилась в 105-й средней школе. Это было в 1963-м году. В 1963-м. Я же говорю, ну только там повыходили всякие там из The Beatles пластинки или Hard Day is Night. Тут же появились и наши подражатели. Пели на плохом английском, пели высокими голосами в ливерпульском духе. Появилось первое такое вот подпольное самостатовское издание Bit.Echo, которого было аж два номера и которое выходило тиражом 8 экземпляров, поскольку больше в пишущую машинку не влазило. Вот, кстати, в городе Нижний Новгород, по-моему, несколько лет назад вышла энциклопедия «Золотое подполье». И там это упоминалось? Там это упоминается как первое издание на территории Советского Союза. А если глянуть глубже на проблему, почему гоняли начинающих рок-музыкантов? Что все-таки в советской действительности их не принимало? Может, много пили, я знаю, курили наркотики? Да нет, пили не больше, чем оперные певцы, я думаю, и курили наркотики не больше, чем, скажем, труженики балета. Я думаю, что это была извечная боязнь со стороны САУКА по отношению ко всему новому, о чем классики марксизма и ленизма никогда ничего не говорили. Поскольку рок-музыка пришла к нам не из Удмуртии, а из Соединенных Штатов, из главного, так сказать, политического и военного противника Советского Союза, то, естественно, все, что оттуда приходило, рассматривалось как враждебная деятельность, которую нужно по возможности, ну, в лучшем случае, не пущать. Вот. И не пущали весьма эффективно, но при этом выковывался некий характер нашего музыканта, который привык к лишениям, привык к преследованиям, привык к тому, что ему не светят там какие-то колоссальные гонорары и какие-то там золотые кадиллаки и виллы в Каннах. И, соответственно, именно поэтому он был интересен как чистый образец искусства. Если были такие таланты, такие задатки, то почему Харьков не стал в какой-то степени столицей рок-движения? Как это случилось, скажем, с Свердловском, с Ленинградом? Ну, я, во-первых, думаю, что он все-таки стал. Харьков довольно высоко котируется среди знатоков. Знатоки прекрасно знают, что огромное количество так называемых московских музыкантов, это харьковчане, которые туда отбыли на заработки. Знатоки прекрасно знают, что харьковские группы очень многие, несомненно, очень высокого уровня. Скажем, тот же Боря Гребенсяков или тот же Юра Шевчук, когда приезжают в Харьков, обязательно встречаются с харьковчанами. С Сашей Чернецким, Димой Смирновым, с массой музыкантов, своих коллег, которых они ценят очень высоко. Харьков пал жертвой общего совкового принципа, что все настоящее должно быть в столицах. После того, как распался этот союз и появилась самостоятельная Украина, ее роль Москвы уверенно занял Киев, который, собственно, как известно, и капиталодержатель главный, там, наверное, 80% всех украинских денег крутится в Киеве. И, кроме того, а деньги, как известно, это основная пища искусства и культуры. При этом нет денег как-то избирательно. На какую-нибудь гнилую попсу деньги всегда находят. Я думаю, что это отражает вкусы владельцев денег. Буквально по пальцам можно пересчитать харьковских крупных бизнесменов, банкиров, которые хоть когда-то поддерживали джаз, рок и, так сказать, не вот эту гнилую музыку, которая сейчас на нас обрушилась отовсюду. Но если мы говорим конкретно о Харькове, что нужно нашему городу, чтобы в какой-то степени стать культурным центром, а не только промышленным, научным? Я думаю, что прежде всего нужны деньги. Это самое главное. К сожалению, финансовая политика нашей страны построена так, что все деньги выделяются из Киева. Как известно, наш город живет по остаточному принципу и вообще считается одним из самых неперспективных в Украине. Производя там, я не помню сколько, по-моему, 8% национального продукта, он получает назад что-то 1%. Это вообще позор. Я вообще не понимаю, как наши харьковские депутаты в Верховном Совете могут смотреть в глаза харьковчанам, как наши харьковские власти, так сказать, понимая, что город нахально раздевают, и забирают у него все, так сказать, стоят на вытяжку. Дожидаться, что из Киева сбросят еще там какие-то деньги, чтобы выйдут у себя, как культуру развивали, я при нынешнем правительстве и при нынешних условиях не надеюсь абсолютно. Они будут рассказывать, что всем тяжело, что всем надо платить, и по-прежнему будут урезать, урезать травоохранение, культуру, образование. В результате появится какой-то феноменальный латиноамериканско-украинский вариант, в котором даже квалифицированных сборщиков бананов не будет в стране. Если так все плохо, я знаю, что тебя многократно приглашали в ту же Москву и в дальнее зарубежье. А почему остался тогда здесь? Я всю жизнь следую старой латинской пословице «Hig Rodos, Hig Sart». В переводе это означает «здесь Родос и здесь прыгай». И предыстория ее такова. Какой-то прыгун с острова Родос на Олимпийских играх прыгнул неудачно и сказал, что вот у себя дома, там, на острове Родос, я прыгаю хорошо. А здесь у вас и почва не та, и воздух не тут, и температура, и ветер, и все такое. И вот тогда ему сказали, здесь Родос, здесь прыгай. То есть то место, где ты находишься, вот там и прыгай, там себя и показывай. Мне тут кажется, что это заблуждение, что реализоваться можно, переехав в лучшие условия для реализации. Так можно их искать всю жизнь. Потому что в Москве лучше, чем в Киеве, а, скажем, в Париже лучше, чем в Москве, а в Лондоне лучше, чем в Париже, а в Нью-Йорке лучше, чем в Лондоне, а в Лос-Анджелесе и в Голливуде еще лучше, чем во всех остальных местах. Так можно всю жизнь пространствовать и ничего не сделать. Я предпочитаю все-таки оставаться в нашем богом забытом городе, и время от времени напоминать ему, что он не такой забытый.